Итак, сегодняшнее наше мероприятие будет посвящено инпринтингу. Для тех, кто не знаком с этим продуктом, очевидно, увидит его вживую и познакомится в первый раз. Для тех, кто знаком, скорее узнают о его каких-то новых возможностях. Я, безусловно, сегодня не буду рассказывать о всех его технических фишках, поскольку, как известно, данные мероприятия, которые мы с вами проводим, они у нас проводятся не с целью заменить тренинги официальные, а фактически как некие ознакомления для вас, как для партнеров, и мероприятия, побуждающие вас к изучению этих продуктов и предложению их вашим заказчикам. Итого, наш каткий план того, как мы сегодня с вами будем действовать. Пару слов о идеологии и планах выпуска продукта. Опять же, пару вводных слов о том, для чего он нужен. Что более важно, наверное, среди этого всего, это правильное позиционирование для заказчика, поскольку, с одной стороны, клик-инпринтинг является основной частью, ну, скажем так, большинства решений у наших заказчиков, как показывает практика, но, тем не менее, здесь очень важно понимать, что это решение, я имею в виду сам продукт-инпринтинг, и то, что вы на основе его создаете, не должен заменять решение на основе клик-вью и клик-сенс. Ну, об этом просто чуть позже. Почему это важно, тоже обсудим. Безусловно, я продемонстрирую продукт, не все его технические фишки, но полагаю, что после моей демонстрации у вас возникнет, как я говорил, желание самостоятельно этот продукт изучить и, как минимум, показать его заказчикам, потому что многие вещи, которые можно делать и в плане демонстрации, и в плане реальной эксплуатации в инпринтинге, делаются очень красиво, наглядно и удобно, действительно. Пару слов о лицензировании тем, кто не знаком с этим, и, безусловно, в заключении я дам ссылки на ресурсы для самостоятельного изучения, безусловно, точно так эти вопросы можно, как обычно, задавать Георгию и мне. В результате мы либо ответим вам на эти вопросы, либо организуем последующие вебинары, на которых уже уделим внимание тем или иным темам, которые вызовут ваш интерес. Итого, двигаемся дальше. Еще раз, о чем мы будем говорить, нацеленность, мы не проводим учебный тренинг, как таковой, а наша задача – показать продукты во всей его красе, ответить на ваши вопросы и побудить вас к обсуждению использования инпринтинга в ваших заказчиках как инструментов расширения ваших сделок и, соответственно, удовлетворения тех задач, которые решает перед собой заказчик. Итак, с точки зрения развития. Инпринтинг на данный момент синхронизирован по выпуску и по версионности с флагманским продуктом клика – это кликсенс, поэтому фактически вы, как уже и видите, и можете ожидать в дальнейшем его выпуски, последовательные кверки будут синхронизированы с выпусками кликсенса. На данный момент напомню, что начиная с середины прошлого года была принята стратегия о пятикратном выпуске продуктовой линейки кликсенс и кликэнпринтинг, соответственно, фактически каждые 10 недель. И для того, чтобы заказчикам было проще ориентироваться по функционалу и самим продуктам, в названии продуктов исчезли просто цифры – 17, 4 и так далее. А все продукты стали называться по месяцам их выпуска, соответственно, последний выпуск, который мы имеем сейчас в виде готового релиза – это кликэнпринтинг февраль 2018 года, на котором я и буду сегодня показывать демонстрацию. Ну а следующий релиз ожидается уже совсем скоро, в апреле месяце, поэтому фактически, опять же, призываю вас, посмотрев сегодняшнее мероприятие, в дальнейшем не упускать время и поработать как с текущей версией, так и, собственно, дождавшись выхода апрельского релиза, посмотреть, что можно делать там. По поводу самого импринтинга. Первое, что важно на значении. По большому счету то, что делает импринтинг, де-факто востребовано большинством существующих заказчиков. И я не буду здесь повторять все, что написано на слайде. Если коротко говорить, то это как раз продукт, который позволяет генерировать предельно знакомую отчетность в бумажном и электронном виде для ваших пользователей, для вашего заказчика, любыми способами передавая им эти, собственно, статические формы отчетности в любых приемлемых и наиболее распространенных форматах документов. И PDF, и офисные форматы, и Pixel Perfect Report. Это, собственно, отчеты, которые обычно говорят, регламентные отчеты, которые заполняют, соответственно, какими-то формами, придуманными регламентирующими организациями, где важно вам с точностью до миллиметров, с точностью до каких-то линеечек заполнять ту или иную информацию, представлять в виде электронных или бумажных документов. Все это поддерживается. Плюс к всему поддерживается такой функционал, как операция отчетов по требованию on-demand, с возможностью этих, опять же, отчетов, рассылки по электронной почте выкладывания в какие-то папочки или, соответственно, публикация на веб-портале у n-printing, забегая чуть вперед, скажу, что есть свой портал, на котором пользователи могут увидеть опубликованные для них отчеты или подписаться на новые какие-то отчеты в тех форматах, которые опубликованы были разработчиками, которые доступны пользователям, исходя из их привилегий. Но здесь очень важно понимать, что, с одной стороны, этот функционал наиболее привычен и поэтому востребован в организациях. Здесь причина следствия связи очень важна. То есть он важен не сам по себе, а важен потому, что к нему привыкли заказчики. Здесь очень важно понимать, что n-printing является инструментом, расширяющим ваше решение на ClickSense и ClickView. Во-первых, технически просто n-printing работает ни с чем, кроме ClickSense и ClickView. То есть все источники, все данные, которые вы можете публиковать в очередуемых отчетах, они могут браться только с ClickSense или с ClickView или с того и с другого продукта одновременно. Но другие источники не могут непосредственно выступать источниками данной импринтинга. Но что более важно с точки зрения позиционирования, даже если заказчик говорит о том, что ему требуется рассылка каких-то отчетов и поэтому ему интересен продукт n-printing, это означает, что вы как партнеры, которые, в общем, наверное, ставят задачу не только прийти к нему и продать там лицензии, которые заказчик попросил в связи с тем кругозором, который он имеет, но и все-таки помочь ему развиваться дальше. Здесь очень важно понять, что не нужно сразу ему предлагать импринтинг как таковой, потому что на самом деле ценность не в импринтинге, а если заказчик все-таки решает задачу, связанную с анализом данных, то импринтинг является лишь вторичной какой-то задачей и решает вторичные сценарии в тех случаях, когда эти сценарии невозможно решить средствами ClickView или ClickSense. Ну, к примеру, конкретики. Если, например, заказчик говорит, да, мне нужна аналитика, я понимаю, что большинству пользователям необходимо, помимо введения каких-то цифр, каких-то расчетов, еще интерактивно работать с данными для лучшего понимания ситуации, но у меня есть, например, какие-то еще дополнительные сценарии, в которых я не могу использовать ClickSense или ClickView, ну, например, у меня есть какие-то внешние контрагенты, которые не имеют продукта ClickSense или ClickView, а я за них, собственно, не хочу платить, или я не хочу бесплатно им предоставлять доступ к моей инфраструктуре с моими цифрами, и для моих контрагентов привычно продолжать обмениваться какими-либо регламентными отчетами, какими-то сверками в виде тех или иных документов, Excel или PDF или как-то еще, то вот как раз вот такие сценарии, для которых заказчик пока не готов непосредственно использовать ClickView и ClickSense, может быть использован импринтинг. Но здесь очень важно, не идите на поводу у заказчика, не предлагайте ему просто импринтинг, по одной простой причине, что если вы пойдете вот по этому простому пути, хочу импринтинг, хочу отчеты, а на вопрос, почему хочу отчеты, когда ответ, ровно потому что мне просто это привычно, вы сами наткнетесь со временем на грубый со стороны заказчика, потому что через некоторое время, когда вы создадите ему пусть даже красивые отчеты импринтингом, он сам себе и вам задаст вопрос. Коллеги, смотрите, у меня были какие-то системы отчетности, неважно в каких системах, вы мне принесли еще одну, клики здорово, мы теперь можем отчеты генерировать быстрее, больше, красивее, красивее точнее. Но вопрос-то в чем? Я заплатил за клик и за импринтинг дополнительные деньги, а ценность-то в чем? То есть через некоторое время вот эта ценность генерации всего лишь одним инструментом еще большего количества отчетов, она будет сходить на нет. Если же вы, заказчику, изначально заходите с другой идеей более широкого использования данных и, соответственно, понимания работы в данных, то импринтинг действительно здесь занимает ту нишу, ради которой он создавался, просто лишь как дополнение к сценариям, которые по какой-либо причине на данный момент невозможно реализовать в клик или кликсердинге. Соответственно, как идея к вам на ту тему, с которой можно обсуждать заказчику, даже если он напирает на необходимость создания вот таких отчуждаемых отчетов, это, как правило, нахождение неких тем разговоров, неких тем, которые могут быть существенны для заказчиков. Поэтому несколько последующих слайдов, они скорее там больше относятся к маркетинговой тематике, но они могут послужить вам некой идеей, как этот разговор можно вести с заказчиком, хотя способы его ведения могут быть разными. Соответственно, как можно заходить к заказчику, который говорит, мне нужна отчетность, но вы понимаете, что ценность не в отчетности, а в исследовании, изучении данных и, собственно, использовании в первую очередь кликсенс, кликвью, как интерактивный инструмент работы с данными. Сейчас всем известно новое маркетинговое движение, которое называется Digital Transformation, по-русски там цифровая трансформация. Все об этом говорят и, в принципе, как показывает моя практика, все заказчики, особенно крупные, с удовольствием об этом говорят, потому что когда речь заходит, это повышение эффективности работы и повышение эффективности сотрудников, как некая идея, в которую вкладываются совершенно разные вещи, как идея цифровой трансформации, она всем приемлема и все готовы о ней поговорить. Соответственно, в каком разрезе мы предлагаем говорить и действительно, собственно, под это подкладываем ценность в виде использования кликвью и кликсен. Если мы говорим о том, что цифровая трансформация как каковая существенная для заказчика, то дальше просто берем высказывания различных аналитических агентств, которые говорят, а что же такое цифровая трансформация, и что же она предполагает, собственно, как наличие неких профессиональных навыков у людей, которые будут вовлечены в цифровую трансформацию. И выясняется, что очень просто, что эта цифровая трансформация связана с тем, что все большее количество людей вовлекаются в работу с данными, с одной стороны. С другой стороны, они не просто вовлекаются в работу с данными, а с данными работают с целью не просто их прочитать, а начать понимать причинно-следственные связи в этих данных, пытаться, собственно, предлагать какие-то выводы, пытаться предлагать какие-то решения и постоянно пытаться стремиться к повышению эффективности в том роде деятельности, который они выполняют на предприятии. Поэтому даже появился отдельный термин, наряду с digital transformation есть термин data literacy, который я перевел здесь как грамотность данных, и с точки зрения всех идей, которые вкладываются в понятие грамотность данных, это вот то, что написано на слайде, это возможность читать, понимать и аргументировать, работая с ними. Соответственно, если мы дальше возвращаемся к нашей тематике, что нам нужно использовать и какую, собственно, функционал расширять внутри заказчика в плане работы с данными, работы с интерактивными данными в кликсенсии, в кликью или в инпринтинг, то ответ очень простой. Если мы ставим задачу вот этой цифровой трансформации, повышение квалификации людей и, собственно, повышение грамотности, очевидно, ни одни статические отчеты, сколько бы их ни генерировали, в каких бы видах их ни рассылали, они не дадут, собственно, понимание причинно-следственных связей, поскольку это статика. Если же мы говорим как раз о повышении грамотности и предоставлении возможности выполнять эту цифровую трансформацию, благодаря тому, что люди лучше понимают, что творится в их организации, понимают причинно-следственные связи в их процессах, то мы как раз говорим о возможности исследования данных. Ну, а здесь, очевидно, уже никакие статические отчеты не подходят. Здесь речь идет об использовании интерактивной исследования данных кликсенсии, кликью. Это, еще раз подчеркну, как идея, как один из возможных заходов, как одна из возможных тематик обсуждения с заказчиком и, в принципе, подходов к анализу данных и того, какие приоритеты целесообразнее расставлять по внедрению продукта, по ведению проектов, собственно, и по объекционированию различных продуктов в составе цельного решения. Соответственно, завершающий слайд на эту тему. В принципе, как показала моя практика, все вот эти вот слайды, они абсолютно адекватно воспринимаются заказчиками, которые, собственно, ставят задачу повышения эффективности. Понятно, что дальше возникают вопросы, а как нам это сделать уже в преломлении конкретным бизнес-задачам, но, во всяком случае, вот эти слайды и эти направления, собственно, обсуждения позволяют начать нормальный разговор и выводить уже конкретных бизнес-пользователей внутри заказчика на обсуждение конкретных тематик в рамках конкретных бизнес-пользователей, чтобы выключить для них создавать. Еще раз, даже если вам заказчик говорит о том, что у меня есть только топы, которым нужны интерактивные, красивые отчеты на мобильных устройствах, то если мы ставим задачу цифровой трансформации и повышения эффективности на каждом рабочем месте, это означает, что мы каждому человеку в идеале должны иметь возможность самому себя померить, посмотреть на то, как работает его процесс, сопоставить с какими-то сравнимыми величинами и сделать выводы о том, насколько он эффективен, насколько можно повысить эффективность, сделать какие-то предложения по улучшению и так далее. Поэтому в идеале речь идет о том, что каждый конечный пользователь в том или ином виде должен иметь доступ к интерактивному набору своих данных, за которые он отвечает, по которому он мерится и по которому он может оценивать свою эффективность и эффективность предприятия в целом. Соответственно, возвращаемся к нашему импритингу. Если мы правильно спозиционировали его и понимаем, что заказчику все-таки нужны те или иные формы отчетности в отчуждаемом статическом виде, то, переходя к продукту, пару слов сначала об истории и о его развитии, а потом уже непосредственно перейдем к архитектуре демонстрации. Итого, напомню, продукт инпринтинг как таковой появился не изначально в линейке клика, поскольку клик изначально подходил как раз к анализу данных, как мы говорили, и ценности в анализе данных именно к интерактивному инструменту. Однако, еще несколько лет назад, ну почти 10 лет назад, чуть меньше, ряд сотрудников самого клика стали предлагать департаменту исследования разработки внутри клика как раз создать систему отчуждаемой отчетности, ровно потому что заказчики очень просят ее, то есть им нравится клик вью тогда и нравится кликсэмс, но тем не менее старые привычки тянут и хочется иметь привычные системы статичной отчетности. И клик в свое время, посмотрев на свои приоритеты, сказал, слушайте, ну системы отчетности очень много в мире, поэтому мы не хотим стать еще одной, поэтому нам это неинтересно. По факту получилось так, что несколько сотрудников клика вышли из состава клика и организовали свою собственную компанию, которая стала называться Vizuby, и создали тот самый продукт инпринтинг, который и в качестве источника использовал на тот момент кликвью и позволял как раз из динамических приложений кликвью генерировать статичные отчеты в различных форматах, отправляя их различными способами конечным пользователям. Посмотрев на то, как, собственно, востребованный продукт, посмотрев на то, что заказчики не, собственно, противопоставляют эти продукты, если правильно с ними вести разговор, а дополняют решение цельное для заказчика и кликвью, и инпринтингом. Кликом было принято решение о покупке этого продукта, поэтому он вместе с разработчиками был приобретен компанией Клик, но при этом стало понятно, что в той архитектуре, в которой разработан был инпринтинг, в той версии, которая называлась инпринтинг 16, созданная компанией Vizuby, он не удовлетворяет современным требованиям по архитектуре, ну, в частности, по масштабированию, плюс ко всему у Клика к тому моменту уже появился продукт Кликсенс, который вам уже всем известен, а инпринтинг 16-я версия умела работать только с Кликвью, и поэтому было принято решение полностью переписать продукт, взяв из него все то лучшее, что было, но уже новой архитектуре, которая поддерживала бы масштабирование и, собственно, все современные подходы по работе современных продуктов Клик. Поэтому, собственно, появился продукт Клик Инпринтинг условной версии 17, а сейчас, как я говорил уже в названии версии, цифры исчезли, остались, собственно, месяцы и год, которому принадлежит тот или иной релиз, и последний релиз – инпринтинг февраль 18, на котором я сегодня и буду все показывать. При этом, собственно, в какой стадии сейчас находится сам Клик с точки зрения этих двух продуктов? По-прежнему существует Клик Инпринтинг 16, как версия продукта, и существует Клик Инпринтинг 17, ну или его последний релиз Клик Инпринтинг февраль 2018 года. Почему они по-прежнему существуют, по-прежнему поддерживаются? Ровно потому, что, как я говорил, Инпринтинг текущей версии – это полностью переработанная, написанная с нуля версия в новой архитектуре, и очевидно, что за тот период времени, когда разработчики его начали переписывать, пока еще не весь функционал успели перенести из старой версии в новую. Поэтому пока нет строгого паритета по функционалу между этими двумя продуктами, но этот, скажем так, разрыв в функционале, он уменьшается от версии к версии. Есть даже отдельная табличка, я ее просто сейчас на экране открою, чтобы вы понимали, что ее можно посмотреть и сопоставить. В стандартной документации Инпринтинга есть, соответственно, табличка по тому функционалу, который присутствовал в Инпринтинге в 16 версии, которая его разрабатывала, компания еще тогда Визуби, и Инпринтингу версии 17 и последних ее релизов, как она существует сейчас. При этом сразу обращу ваше внимание, что говорить о том, что Инпринтинг 17 версии стремится к тому, чтобы быть больше, чем Инпринтинг 16, это, наверное, не совсем корректная фраза, потому что, в принципе, в Инпринтинг 17 были заложены уже много каких-то вещей, которые изначально отсутствовали в 16-м Инпринтинге. Ну, например, это и поддержка клипсенса, и возможность масштабирования архитектуры, создания кластера, публикации отчетов, и появление веб-сайта, на котором можно эти отчеты публиковать, и, собственно, на который можно подписываться конечным пользователям. Поэтому слова достижения паритета с предыдущей версии скорее относятся к тому функционалу, который связан с гибкостью настройки разнообразных отчетов. Поэтому, если будете внимательно смотреть таблицу, то, фактически, речь идет о том, что в Инпринтинге 17 уже есть много вещей, которые, в принципе, отсутствовали в 16-м, ну, а те фиши, которые присутствовали в 16-м, но пока еще не реализованы в 17-м, по текущим планам R&D, по текущему roadmap, должны будут быть дороги в течение этого календарного года, то есть до конца 2018 года. Соответственно, по функциональным возможностям, присутствовавшим в 16-й версии, все они должны портироваться в 17-ю версию, чтобы уже от 16-й версии можно было отказаться, и заказчики могли мигрировать на 17-ю версию. При этом, сразу опять же забегая вперед, могу сказать, что в последних версиях импринтинга есть инструмент, который позволяет существующие созданные отчеты с шаблонами отчетов мигрировать из 16-й версии в 17-ю, если, соответственно, по функционалу этих отчетов в текущей версии 17-й версии есть весь тот функционал, который вы использовали в функционалах старой версии. Поэтому при такой миграции просто посмотрите на эту табличку, убедитесь в том, что весь функционал, который вы мигрируете, поддерживается в текущем релизе, и после этого можно спокойно мигрировать. Сама архитектура, что из себя представляет? Здесь очень кратко. Мы, безусловно, сегодня не будем рассматривать вопросы инсталляции. По инсталляции, сразу забегая вперед, у нас запланирован с Георгием отдельный вебинар по созданию и инсталляции базовых инфраструктур на основе кликсесса и импринтинга. Мы этому будем посвящен отдельный вебинар. Опять же, мы не будем заменять им тренинги, но тем не менее, мы пройдемся по всем шагам, которые необходимо пройти для того, чтобы провести успешную инсталляцию, корректную инсталляцию связки кликсесса и клик-инпринтинг. И я заострю внимание на тех неподводных камнях, на тех особенностях инфраструктуры, которые скорее не столько относятся к клику как таковому, а относятся скорее к современным требованиям инфраструктуры, которые клик в своих продуктах использует. То есть это касается и сертификатов, и касается сервисных учетных записей, и прочих каких-то вещей. Как уже говорил, мы этот вебинар проведем чуть-чуть позже, я думаю, что в течение ближайших месяца-полутора. Так вот, соответственно, архитектура импринтинга, изображенная у вас на слайде здесь, предполагает, что в качестве источника данных у нас может использоваться либо кластер ClickView, соответственно, либо кластер ClickSense, и, соответственно, приложения, опубликованные на них, либо на самом деле может быть одновременный кластер ClickView и кластер ClickSense, то есть, сбегая вперед, можно сказать, что в одном отчете, генерируемым импринтингом, вы можете, во-первых, брать данные, находящиеся в разных приложениях, опубликованных на серверах ClickSense, или в разных приложениях, опубликованных на серверах ClickView, или даже в разных приложениях, опубликованных и на серверах ClickView, и на серверах ClickSense. Редко такая мешанина приходится делать, но, тем не менее, технически это возможно. Дальше, соответственно, эти данные каким образом попадают в те самые отчеты? Попадают они благодаря инструменту, который называется Click & Printing Designer. Соответственно, есть инструмент, который позволяет вам, интегрируясь, например, приложениями Microsoft Office, просто-напросто ввести разработку этих шаблонов в привычных вам приложениях, например, Word, Excel, PowerPoint, или, соответственно, ввести разработку HTML в HTML редакторе, который предусмотрен в этом дизайнере. И далее эти разработанные отчеты сохраняются в репозитории. В репозитории же сохраняется информация о распорядке запуска задач, в соответствии с которым генерируются эти отчеты. Эти операции уже происходят на движках импринтинга, собственно, их, может быть, один или несколько, как вот здесь вот нарисовано на слайде, распараллеливая задачи при большом объеме готовящих отчетов. И подготовленные отчеты уже могут предоставляться пользователям самыми различными способами. В общем случае, эти отчеты становятся доступными во всех инструментах, благодаря тому, что импринтинг предоставляет доступ в виде стандартного веб-сервиса. У импринтинга даже есть уже свои собственные API-интерфейсы, которыми тоже можно использовать, и благодаря которым эти отчеты либо публикуются, соответственно, в веб-интерфейсе для пользователей, они могут быть публиковаться на собственном портале импринтинга Newsstand, они могут быть выложены в какую-то папочку, они могут быть разосланы по электронной почте нужным пользователям, ну и так далее. В общем случае, если какие-то отчеты являются типовыми и очень часто использованы, то эти отчеты даже можно опубликовать наряду с наиболее часто используемыми приложениями ClickSense, можно опубликовать на хабе ClickSense. Это функционал реже на данный момент используется, но тем не менее, такая тоже возможность существует. Забегая вперед, по лицензированию, мы как раз будем говорить о том, что лицензирование продукта ведется на основе количества вот этих самых движков, которые я здесь нарисую. Еще раз, в качестве источника данных у нас могут использоваться и различные приложения, размещенные на серверах ClickView и ClickSense, соответственно, вне зависимости от комбинации этих приложений. Соответственно, эти приложения сами создаются в разработчике... А, 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 мне подсказывают, что про лицензирование движков. Да, спасибо. Тогда прощу повторение свое. Я еще буду поговорить про лицензирование, пару слов, но, собственно, могу сказать, что лицензирование фактически ведется в соответствии с той производительностью вот этого решения по генерации отчетов, которые вы хотите получить. То есть, если у вас количество пользователей, рецепиентов этих отчетов, количество самих отчетов и их сложность достаточно большие, то очевидно, что для генерации положенного количества отчетов в единицу времени вы должны будете использовать большее количество вот этих самых engine, которые я рисовал здесь. Может быть, менее, или должно быть менее масштабируем, то количество таких движков может быть меньше и, соответственно, это решение будет дешевле. Теперь, собственно, самое время, наверное, показать импринтинг для того, чтобы у вас положило свое представление о том, насколько этот продукт может быть полезен, востребован в среде заказчика. Я сейчас открою виртуальную машинку и покажу, что у меня есть. Соответственно, у меня есть сервер Clicksense, на котором опубликовано приложение, на основе которого я буду демонстрировать работу импринтинга. Сейчас я открою это приложение и увидите, что оно достаточно большое. И, в принципе, ту демонстрацию, которую я буду показывать, вы можете легко точно так же проводить перед заказчиком с тем, чтобы с одной стороны пояснить ему, как работает импринтинг, с другой стороны показать гибкость продукта и получить обратную связь о том, насколько это удобно, неудобно, на телесообразности заказчикам и так далее. Тест. У меня есть простейшее приложение, в котором есть некий набор данных. В данном случае классический мой пример, простейший по неким отгрузкам товаров различными сотрудниками в различных регионах. Это, очевидно, интерактивные приложения, как и любые приложения в Кликсенсе. У нас есть отгрузки по двум различным годам и есть отгрузки по различным каким-то регионам, соответственно, и всю эту информацию мы с вами сейчас попытаемся представить в виде отчуждаемых отчетов, последовательно создавая их в дизайне импринтинга. Соответственно, в импринтинге есть, как я говорил, весь инструмент, связанный с созданием и администрированием отчетов это веб-интерфейс, веб-интерфейс самого импринтинга. И первый интерфейс, который мы с вами увидим, это интерфейс консоли-администратора, на котором можно посмотреть, какие есть задачи по генерации отчетов, какие есть отчеты, какие есть приложения. Ну, забегая вперед, просто приложение это не что и ноже, как тоже единицы никакого управления внутри импринтинга. То есть это приложение, это некий контейнер, это некая совокупность настроек, в которых хранится сведения о том, к каким приложениям мы подключаемся, какие данные мы берем, какие мы отчеты генерируем, каким пользователям их рассылаем, с какой периодически, ну и так далее. То есть вот вся совокупность этих параметров, она называется в импринтинге приложением. Ну и начиная с нуля, поскольку у меня здесь никаких сейчас настроек нет, я, собственно, создаю вот то самое первое приложение. Назовем его там, например, App1. То есть создали контейнер, в котором дальше будем создавать всю нашу конфигурацию, ну и дальше, как только мы создали приложение, у нас появляется возможность создавать какие-то дополнительные инструменты. Мы не будем сегодня проходить по всем ним, как уже говорил, незадача провести тренинг, но сразу могу сказать, что гибкость достаточно большая. Почему? Потому что очевидно, что вы можете в генерацию отчетов делать отличающимися от тех данных, которые представлены у вас в приложении. Например, у вас в приложении есть данные по всем регионам, по всем периодам, по всем людям, по всем талантам и так далее. А в отчеты вы, например, можете захотеть вкладывать только данные за определенные годы, за определенные товары, за определенные регионы или какие-то там комбинации всех этих наборов данных. Поэтому существует понятие фильтров, которые вы можете использовать на разных уровнях иерархии разным пользователям в соответствии с их полномочиями. И, естественно, рассылать разные отчеты с различным наполнением по данным. Точно так же, например, есть понятие conditions, это возникшие условия. Это, например, параметры, которые позволяют определять импринтингу, а нужно ли вообще генерировать какой-нибудь отчет. Ну, к примеру, вы понимаете, что нужно не просто генерировать отчет по каким-то товарам для каких-то пользователей, для каких-то регионов, но сама генерация отчета имеет смысл только если, например, продажи или отгрузки или изготовление этой совокупности товаров превышает миллион штук за какой-то период времени. И в этом случае вы можете создать сам отчет, запланировать его периодическую рассылку для нужных пользователей, указать по каким регионам, товарным группам и так далее должны формироваться сами данные отчета, но, сопоставив еще дополнительные условия, можно сказать, что сам отчет может и должен генерироваться по указанному времени для указанных людей и на указанном наборе данных, только если соблюдаются условия, что, например, производство или отгрузки этого товара за какой-то период времени превысили миллион штук. Во всех остальных случаях при невыполнении этого условия отчет просто не будет генерироваться, даже если для него прописано какое-то время и прописаны все остальные параметры генерации этого отчета. Соответственно, первое, что мы должны сделать, это создать подключение к нашим приложениям, в котором будут браться данные. Как я уже говорил, в качестве источника может выступать либо ClickView, либо ClickSense. Ну, собственно, вам на выбор все инструменты, которые есть. Мы будем пользоваться демонстрацией ClickSense. Я это подключение назову тривиальное, Connection 1. Хранится эта вся конструкция, будет в ранее созданном приложении, которое я создал. Ну и дальше нужно сделать некие базовые настройки. Нужно указать, с какого сервера ClickSense будет браться информация. Для этого я просто перехожу на предыдущую закладочку и копирую здесь на мой ClickSense сервер. Здесь все очень просто. И должен указать, из какого конкретного приложения будут браться наши данные. Здесь все тоже очень просто. У любого приложения при его публикации на сервере ClickSense создается свой уникальный идентификатор, который всегда можно хотя бы даже так посмотреть или в консоли администрирования посмотреть. Здесь я его точно так же просто копирую в соответствующее поле. Далее я указываю, с именем какого пользователя у меня будет производиться подключение к этому приложению. Здесь подчеркну, что это имя пользователя используется не как имя некого пользователя, а нужное для того, чтобы вообще просто получить доступ к данным или приложениям. Дело в том, что коммуникации и безопасность коммуникации между ClickSense сервером и эндритингом обеспечивается использованием цифровых сертификатов. Там не требуются какие-то дополнительные учетные записи пользователей. Поэтому указание здесь в учетной записи пользователя предполагается для возможности работать с теми данными, которые у вас секционируются средствами ClickSense, то есть урезаются в соответствии с полномочиями, определенными для некой учетной записи пользователя. Я здесь осознательно в своей демонстрации не буду заниматься секционированием и усложнять свою демонстрацию, но тем не менее, поскольку настройки здесь требуются, для того, чтобы определить реальные полномочия пользователя, получающего доступ к данным в конкретном приложении, то, естественно, учетные записи я здесь в явном виде вывожу. Далее, для того, чтобы убедиться, что все у нас настроено правильно, есть кнопочка, упрощающая жизнь, позволяющая допустить юрификацию, проверку корректности подключения. Если у нас все хорошо, создаем это подключение. При этом, что происходит дальше? Сам эндритинг в созданном подключении, поняв, в каком приложении вы указали подключение, сейчас будет заниматься сбором информации о тех объектах, визуализации и прочих параметрах приложения, которые в нем есть. Обратите внимание, сейчас кэш-статус вот здесь вот сменится на статус генерации кэша. И после того, как содержимое со сведениями о наборе объектов, присутствующих в этом приложении, попадет в эндритинг, можно будет приступать к созданию уже отчетов. Ну и давайте создадим несколько отчетов, посмотрим, как это делается. Первый отчет, который я начну создавать, это будет отчет, придуманное название, например, report1. Форматы могут быть, как я выражал, самые разные. Начнем с простейшего формата, например, html, который может использоваться вами даже для обстраивания в письмо в электронную почту, например. Размещаем мы эти настройки, опять же, в нашем ранее созданном приложении. Есть куча всяких там дополнительных параметров. Я их сейчас не трогаю, просто говорю о том, что мы создаем отчеты. Как только я говорю о том, что отчет мы создали, зафиксировали эту информацию в репозитории, я теперь могу приступить к созданию самого наполнения самой формы отчета. Есть кнопка редактирования шаблона, я ее нажимаю. И у меня на моем компьютере запускается импринтинг-дизайнер. Соответственно, это уже программное обеспечение, которое запускается на Windows-компьютере. То есть, иначе говоря, у тех людей, которые будут выступать в качестве дизайнеров этих отчетов, рабочее место должно быть в Windows-компьютере, на которое предварительно установлен импринтинг-дизайнер, как программное обеспечение, входящее в состав дистрибутива импринтинга. Ну, это следующее. Она справедлива абсолютно для всех форм отчетов, которые будете, и форматов отчетов, которые будете формировать. Слева мы видим наборы объектов по категориям, которые присутствуют в нашем изначальном приложении ClickView или ClickSense. А справа мы видим, собственно, сам наш будущий получаемый макет, на основе которого мы выполняем макетирование, то есть располагаем те или иные объекты, которые нам потребуются для их представления в конечных отчетах. Ну, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, мы говорим, что мы хотим те графики, которые у нас были в нашем приложении, например, с разбивкой отгрузок по сотрудникам, опубликовать в виде HTML-отчета. Для этого я говорю, что я хочу увидеть мои объекты визуализации как картинки. Мне предлагается список тех объектов, которые существуют в моем приложении. Ну, например, выберем объем отгрузок по сотрудникам. У меня появляется соответствующий объект, который связан с моей диаграммой, и дальше я его просто drag-and-drop тащу в поле моего HTML-документа. По большому счету это все. Уже можно, нажав на кнопочку превью, попросить импринтинг сгенерировать HTML-документ со встроенным в него объектом визуализации, и посмотреть, собственно, в какой форме получит наш пользователь итоговый отчет. Сейчас у нас проснется импринтинг, там движки, как говорится, заведутся после создания первых отчетов, и дальше будет быстрее генератор происходить. Обратите внимание, что произошло. Вы имеете возможность, благодаря настройкам самого импринтинга, я сейчас их делать не буду, но просто поясню, использовать HTML-отчеты разными форматами. Можно сейчас в том виде, как я это получил, то есть генерированный отчет, но обратите внимание, он автоматически пометился в zip-файл, поскольку, в принципе, большинство почтовых систем, если вы рассылаете, например, просто приоттаченный HTML-файл, воспринимают это как потенциально некие неблагонадежные источники, потенциально какие-то вирусы, угрозы, фишинг и так далее. Поэтому автоматически импринтинг запихивает этот HTML-файл в zip-отчет, и если вы делаете настройки, говорящие о том, что пользователю должен прийти именно присоединенный документ HTML в виде отчета в электронную почту, то ему реально приходит zip-файл, открыв которого он видит этот HTML-документ. Есть второй вариант, вы имеете возможность HTML этот отчет строить прямо в тело письма, и тогда в этом случае ваш пользователь, уже открыв само тело письма, непосредственно в нем будет видеть то содержимое, которое вы опишите в этом отчете. Ну и открываю, собственно, наш отчет и вижу, что сейчас пока он тривиально простой. Это, собственно, наша диаграмма, которую мы видели в исходном приложении. Очевидно, что эта картинка, она не обладает никакой интерактивностью, но очевидно, что HTML у нас является здесь статичным. Соответственно, что мы дальше делаем? Давайте немножко усложним этот отчет и посмотрим, как можно выполнять более сложные варианты отчетов. Я возвращаюсь в наш импринтинг-дизайнер и, предположим, понимаю, что у меня есть желание показывать отчеты, как это было в исходном приложении, не только по всем периодам времени, но, например, по отдельным годам. Мне бы хотелось, чтобы у меня, например, в отчете появились данные по отгрузкам всех тех же моих сотрудников, но за два разных года, потому что мне визуально, например, хотелось бы их иметь на одной странице и визуально их сравнивать между собой в простейшем виде. Как это можно сделать? Я возвращаюсь в импринтинг-дизайнер и понимаю, что у меня есть в качестве инструментов разделения моего отчета на секции такой инструмент, как уровни, levels. И в качестве уровня я могу задать любое поле, присутствующее в моей модели данных, ну, в данном случае, год. Соответственно, дальше логика следующая. Если внутри, например, HTML-документа или какого-то любого другого формата документа, я возьму вот эту вот секцию и перетащу ее в drag and drop, обратите внимание, она становится фактически обрамляющим некое мое тело будущего отчета. И все, что будет вставлено внутрь вот этого обрамления, я перетаскиваю картинку внутрь вот этого левела, этого уровня, представляемого содержимым значением поля год, оно будет размножено в соответствии с каждым значением данных, присутствующих в этом поле. Давайте просто на это посмотрим. Опять же, попросим сгенерировать превью. И в результате мы должны будем с вами увидеть HTML-документ, на котором у нас уже будут представлены две диаграммы, соответственно, за первый год, который у нас есть в нашей модели, и за второй год. Сейчас она сгенерируется, и мы увидим этот отчет. Открываем. Действительно, видим два отчета. Видно, что они разные. Можно на графике, опять же, цифры вывести, если это требуется. Но вот видно, что за разные годы у нас лидеры по сотрудникам разные. Единственное, что здесь не хватает, наверное, отчет не очень читабельный, в смысле понимания того, что вы видите, потому что непонятно, где какой год, и, собственно, непонятно, тем самым, как ориентироваться по этим графикам. Давайте, собственно, уточним для пользователя принадлежность тех или иных графиков к конкретному году. Для этого я возвращаюсь в наш дизайнер. И обратите внимание, в секцию, связанную с годом, так и пишу просто по-русски, год. То есть я комбинирую данные с моим параметром локетирования, которые мне требуются. И в качестве самого года ставлю здесь уже не уровень, а текущее значение, которое будет подставляться автоматически при генерации соответствующего года. Так, чтобы это было покрасивее, опять же, это вопрос форматирования HTML. Я вставляю, пропускаю строки в разметке, делаю разрыв строк. Ну и, опять же, чтобы еще покрасивее было, можно, например, это сделать побольше, пожирнее и сделать, например, красного цвета. Давайте, собственно, посмотрим на наш результат. Теперь, поскольку у нас в секции год присутствует как значение самого года, так и диаграмма с отгрузками сотрудников по нашим товарам, то фактически у нас будет в HTML-документе в структуре представлены две секции. Каждая будет содержать данные за соответствующий год с выводом соответствующего графика и значение года. То есть диаграмма становится уже гораздо более штабельной. Понятно, что любое форматирование здесь можно уже выполнять в соответствии с правилами HTML, так как это свойственно стандартным правилам HTML. На этом этот простейший дизайн нашего отчета мы закончим. Я его просто сохраню для будущего использования. И создадим еще один шаблон для разнообразия, который, на мой взгляд, может быть более интересен с точки зрения демонстрации функционала и гибкости функционала. Я создаю его с именем отчет 2. Выберу формат Excel. Сохраню его в нашем же приложении, в том же самом импринтинге. То есть это будет фактически отчет, который будет работать с теми же самыми данными, подключенными к тем же самым приложениям. И опять же запускаю импринтинг дизайнер. Я уже теперь буду создавать макет этого отчета, но в соответствии с форматом, который я выбрал ранее. Это будет Excel. И здесь прелестью является то, что фактически вы работаете внутри дизайнера импринтинга непосредственно с офисными продуктами Microsoft. Очевидно, для того, чтобы это происходило, на рабочем месте дизайнера, помимо импринтинга, должен быть установлен и пакет приложений Microsoft Office. И фактически, обратите внимание, я здесь слева опять же вижу те объекты, которые свойственны приложению ClickSense. Ну а справа я вижу полноценный Excel, собственно, со всеми его полноценным функционалом, всеми панелями инструментов и так далее. Соответственно, логика абсолютно та же самая. Я просто повторю и покажу, что мы можем сделать то же самое в Excel. Я точно так же выбираю объем отгрузок по сотрудникам, точно так же эту картинку запихиваю в Excel, точно так же генерирую превью. И, собственно, по большому счету, мы получим абсолютно такой же с вами отчет, который мы с вами получали в HTML. Здесь как бы нового пока ничего нет. Но забегая вперед, сейчас у меня пока генерируется Excel. Я скажу, что поскольку сам Excel, очевидно, по функционалу содержит в себе некий собственный функционал, и он, очевидно, богаче, чем функционал обычного HTML, то идея заключается в том, что комбинируя функционал клик-сенс, комбинируя функционал с клик-энпринтингом и комбинируя функционал самого Excel, можно получать достаточно интересные решения для заказчика, которые обычно при демонстрации заказчику нравятся, и он понимает, что наравне с простотой и гибкостью, которую вы демонстрируете, можно действительно получать весьма функциональные решения, которые поддерживаются и можно получить далеко не во всех продуктах, существующих на рынке. Итого, вот у меня пример на моего Excel, вот она, собственно, картинка, да, это просто картинка, но поскольку, как я говорил, в Excel есть собственный инструментарий по работе с информацией, с данными, расчетный инструментарий, может быть гораздо интереснее не просто сюда картинки запихивать, а вернуться на уровень ниже и поработать с данными, которые лежат под нашей диаграммой. Я закрываю мой превью, и давайте уберем эту картинку и поработаем с нашим диаграммой по-другому, поскольку реально под любой диаграммой лежат так или иначе таблицы с данными, на основе которых эти диаграммы строятся, то я, обратите внимание, в раздел таблиц добавляю ту же самую диаграмму, объем отгрузок по сотрудникам. Но теперь у меня, собственно, эта табличка представлена уже именно в табличной форме, я ее сюда тяну и, собственно, смотрю на ревью, что у меня получится. Теперь в результате моих манипуляций у меня должен будет сгенерироваться Excel-отчет, в котором данные, связанные с этой диаграммой, представлены в виде реальных цифр, лежащих под, собственно, всеми этими столбиками, которые мы видели на диаграмме. Единственным минусом, и сразу становится понятно, является то, что у меня не выполнены некие настройки в самом исходном приложении ClickSense. Ну, в частности, видно, что есть фамилия сотрудника почти по-человечески звучащая, как некий заголовок, но визуально не очень видно, что этот заголовок, например, жирным не выделен. А, например, измеряемая величина, она задана просто в виде формулы, что тут, в общем, не очень человекочитабельно, поэтому в итоговом отчете мне, предположим, хотелось бы сделать некий более удобный, симпатичный отчет, так как это люди привыкли себе творить там в Excel, в паркунте еще где-то. Поэтому я отказываюсь от идеи запихивать непосредственно сюда таблицу, возвращаюсь в мой дизайнер, убираю эту ссылку на таблицу, и, обратите внимание, начинаю с таблицы работать просто как с отдельными ее составляющими, с каждой колонной, которая наполняет эту таблицу. И, добавляя их сюда в Excel, сразу становится понятно, что здесь что. Сейчас, если вы обратите внимание, видно, что верхняя ссылка без каких-либо спецсимволов это просто текст, который пришел из заголовка моего объекта, а нижняя ссылка, которая в угловых скобках находится, это ссылка как раз на название свойства диаграммы, из которого будет уже производиться наполнение данных. Поэтому, раз сверху у нас просто текст, я могу его подправить на человеческий, ну, например, по-русски, объем от груза. Ну, и, опять же, благодаря тому, что в Excel у меня есть собственные инструменты форматирования, можно, например, это сделать жирным, можно сделать покрупнее, так, чтобы, и, опять же, размеры строк отформатировать, так, чтобы это было посимпатичнее. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось. И мы с вами увидим, что, несмотря на такой простой шаблон, мы уже с вами получим полноценный Excel со всеми этими цифрами, которые, собственно, соответствуют отгрузкам конкретных сотрудников, и список сотрудников, и соответствующих цифр автоматически будет наполнен из текущего приложения в соответствии с текущими данными, которые в приложении, плюс теми фильтрами, которые вы определите для приложения в самом импринтинге, если, собственно, это требуется. Дальше. Ну, очевидно, что Excel может сам что-то считать, поэтому хотелось бы что-нибудь добавить сюда. Возвращаемся в наш шаблон и, предположим, мы хотим еще и, чтобы для наших пользователей автоматически в Excel раз уж есть продажи по отдельным сотрудникам, чтобы были сведения о суммарных продажах. Очевидно, что для этого можно точно так же использовать стандартные функции Excel. Оказывающаяся сложность здесь заключается в том, что мы как бы должны посчитать сумму на еще не существующих цифрах. Все это описано в документации, есть примеры в комьюнити с описанием скриншотов, как создаются подобные все выражения, поэтому, я думаю, не увидит никаких проблем, создавая аналогичные отчеты самостоятельно. Здесь просто некая специфика, заключающаяся в том, что данные у нас появятся впоследствии именно вот здесь, где ссылка в угловых скобочках, стоит ссылка на поле суммы по объему. Поэтому для того, чтобы Excel корректно отработал дальнейшим расчет на цифрах, которые появятся в Excel наполненным данными, нужно в формулу ввести диапазон, который на одну ячейку выше и ниже, ссылки на само поле. Некая такая хитрость. Ну, а дальше, собственно, можно еще здесь что-нибудь написать красивенькое и туго. Форматирование, опять же, сделать пожирнее, сделать, например, красным, сделать побольше. Давайте посмотрим итоговый наш с вами отчет, который будет генерирован. И мы с вами увидим, что фактически мы уже с вами начали комбинировать возможности импринтинга и возможности Excel. То есть фактически вот они, форматирование самого Excel, вот данные, которые пришли импринтингом, взятые из кликсенса. Ну, а вот, собственно, формула, которая была рассчитана. Обратите внимание, при правильном указании диапазона мы автоматически считаем сумму так, как нам это требуется. Более того, можно, естественно, картинку еще больше усложнять. Здесь уже все зависит от ваших хотелок. Я возвращаюсь в наш шаблон и, например, говорю, слушайте, а вообще меня еще интересует возможность разметки, например, моих данных условным форматированием, ну, как-нибудь шкалой, например. Вот так вот. Ну и плюс ко всему, мне бы еще хотелось усложнить картинку, но я не буду повторяться, использовать levels, да, уровни, разбивку по каким-то данным, поскольку мы это уже показывали в HTML. А в Excel на самом деле еще есть, помимо вот этих вот уровней разбивки по значению конкретного поля, есть еще и отдельный инструмент, который свойственен самому Excel. У нас с вами есть закладочки в Excel. Поэтому, в принципе, вы имеете возможность в значении каких-то полей определить как название закладок. Но мало того, что они станут названиями закладок, это означает, что, определив, взяв какое-то поле в качестве параметра для генерации закладок, вы тем самым заставите импринтинг автоматически сгенерировать вам Excel в соответствии с заданным шаблоном, но на заклад, в каждой закладке которого, будут представлены данные соответствующими значениям выбранного вами поля. Ну, например, для разнообразия я скажу, что на уровне страницы я хочу использовать регион. У меня регионов достаточно много, поэтому Excel будет выглядеть достаточно интересно. Обратите внимание, он появляется и здесь. Опять же, есть отдельная ссылка на сам регион, если это требуется, если вам нужно название региона. Ну, и этот же регион, ссылка на него появляется в названии нашей закладки. Просим сгенерировать наш с вами итоговый отчет. Больше я его усложнять не буду. Но понятно, что можно здесь двигаться далеко и долго, вплоть до того, что вы можете дальше на основе загруженных данных создавать свои собственные диаграммы средствами Excel. И в этом случае будет получаться так, что у вас из кликсенса экспортируются просто данные в соответствии с параметрами фильтров, которые вы настроили, и в соответствии с параметрами форматирования, которые указали в Excel. А все остальные применения форматов, расчетов и прочих вещей будут выполняться на рабочей станции пользователя, когда он этот полученный тем или иным способом Excel просто откроет, и Excel применит к нему все расчеты и форматирование. Ну, отобразите внимание, у нас теперь появилось столько страниц, сколько у нас было с вами регионов. И цифры, очевидно, соответствуют отгрузкам по этим регионам. Плюс добавилось какое-то форматирование визуальное, которое уже свойственно к Excel, и мы тем самым с вами достаточно быстро получили прилично выглядящий отчет, который может быть уже полезен пользователям, если они, собственно, поставили в качестве начальных условий те параметры, которые я задал в своем отчете. Я закрываю мой режим превью, сохраняю свой отчет, поскольку мы с ним еще чуть поработаем. Ну и по большому счету, что теперь нужно сделать для того, чтобы наши отчеты могли генерироваться для пользователей. Вариантов здесь могут быть много. Как я говорил, можно генерировать и рассылать это по почте, можно выкладывать на портал, можно, собственно, выкладывать какую-то папочку. Почтовый сервер у меня здесь демонстрация не настроен, поэтому я по почте рассылать не буду. У себя вы это можете сами поэкспериментировать, если вдруг возникнет желание. Ну, я, например, публикую их в папочку. Для этого я определяю одну или несколько папок, в которые я хочу публиковать. Мы отчеты, ну, например, так назову фолдер, по-русски папка 1. Соответственно, хранится настройки будет в моей же приложении. Вариантов здесь тоже много, то есть, в принципе, вы можете задавать параметры того, как генерируются ваши файлики, есть поддержка цикла, то есть вы можете, например, в одной папке создать не один вот такой Excel с разными закладочками, а, например, много Excel-ей с закладочками, например, по одной закладочке. То есть у вас появится не один Excel с разбивкой по всем регионам, например, а много Excel-ей. В каждом Excel-е будут представлены данные только по одному региону. Так называемая функция циклов. Поэтому для того, чтобы, например, генерирующиеся файлы вы могли отличать друг друга и понимать, к какому, например, региону они относятся, можно здесь в качестве параметров использовать название файла, генерировать название файла в соответствии с теми наборами данных, которые будут помещаться в этот файл, самим импринтингом. У меня здесь простая конфигурация отчета не столь сложной, поэтому я сейчас просто опишу путь, укажу к моей папочке, которую я заранее себе создал, чтобы меньше времени уходил на демонстрацию. И теперь моя задача состоит в дистрибуции этих отчетов. Я, соответственно, для этого создаю задачу публикации. Ну и давайте мы создадим задачу, которая как раз будет генерировать для отчета REP2, REPORTING 2, который мы создали, кселевского. И обратить внимание, здесь куча параметров, я очевидно, что в рамках демонстрации не буду по ним бегать, можно определить, какие отчеты генерируются, это нужно сделать. Я, соответственно, сейчас определю и скажу, что я выбираю отчет REPORTING 2. При этом вы имеете возможность обратить внимание, какая гибкость у вас есть. Вы можете использовать отчет типа Excel, поскольку мы оформили его как шаблон Excel, но генерируют на его основе отчеты не только Excel, но и, например, любых других форматов, которые являются, могут являться производными из Excel. То есть, фактически, если вам не нужно пользователю генерировать отчет из-за изменяемой формы в самом Excel, вы можете сделать отчет в шаблоне Excel, но сгенерируют на его основе PDF или HTML, например, или TIFF в виде картинки. Ну, а можете, естественно, использовать и формат Excel. Я оставлю себе Excel. Качество, ну, это относится в первую очередь к картинкам. Опять же, как он будет присоединяться к электронной почте или будет встраиваться в электронную почту, если мы используем почту, и так далее. Дальше, каким пользователям он будет рассылаться? Только сохранить надо. Пользователи. В данном случае мы можем выбрать разных пользователей, которые у меня есть. Ну, я скажу, например, всем пользователям, ну, и для себя в том числе, пользователям, которым я сейчас работаю. Как видите, здесь можно использовать и пользователей, и группы. Дальше я имею возможность указать местоположение, в котором у меня будет делаться рассылка. В данном случае, я поскольку создал себе папку, то я хочу, соответственно, рассылать это всем. Вот так вот, скажем, публикатор для всех. Кому-то можно для почты, кому-то можно выкладывать на портал. Мы это тоже с вами посмотрим. Ну, и дальше я сохраняю эти настройки. Ну, и для того, чтобы это было, опять же, наглядно, я окошко в сторону отодвину, покажу содержимое моей папки и запущу, собственно, генерацию этого отчета. Опять же, следить за нашим с вами отчетом, за его генерацией можно в консоли. У нас есть возможность следить за выполнением задач. Одна задача у нас с разами была вызвана обновлением кэша, когда я создавал подключение к приложению, ну, а вторая задача, собственно, показывает статус выполнения. Мы уже с вами видим, что задача выполнилась, и вот у нас получился итоговый отчет, который, собственно, ничем не будет отличаться от той формы, которую мы видели в режиме превью, пока я его создавал. Это вот тот, собственно, отчет, который у нас с вами был сгенерирован по регионам сотрудникам. Последняя вещь, которую хотелось бы продемонстрировать, это вещь, которая называется reporting on demand. Почему она может быть полезна? Потому что очень часто бывают ситуации, когда вы показали весь функционал людям, они сказали, да, здорово, удобно, гибко, прекрасно. Мы в каких сценариях мы это будем использовать. Но у нас есть еще один сценарий. Мы понимаем, что нам хотелось бы получить некую золотую серединку между интерактивной работой непосредственно в приложении ClickSense, ну вот этой вот частью, и при этом отчетностью импринтинга. Можно ли найти какой-то спорюбочный баланс? Соответственно, в чем этот баланс состоит? С одной стороны, генерируя отчеты и создавая параметры отчетов и шаблонов в импринтинге, мы с вами видели, что можно создать отчеты, создать его форму. Я говорил на словах, что можно фильтры описать, то есть можно определить полностью параметры того, на каких наборах данных будут строиться отчеты. С другой стороны, иногда заказчик говорит, мне нужна большая гибкость. Мне бы хотелось, чтобы эти фильтры, эти наборы данных, на которые будет строиться отчет, выбирались не разработчиком отчетов, выбирались конечным пользователем. То есть вот он интерактивно в перфессе что-то там отбирает, какие-то данные, и выбрав эти данные, хотел бы увидеть их в виде некого предопределенной формы отчетов, соответственно, чтобы он ему пришел, например, по электронной почте или был выложен какую-то папочку. Могу ли я это сделать? И вот в этом случае это возможно сделать. В этом случае вы настраиваете уже более тесную связку между импринтингом и кликсенсом. С технической точки зрения это все опять же описано в документации. И в этом случае у вас уже кликсенсы и импринтинг начинают работать двунаправленно. То есть фактически мы говорим, что в импринтинге мы создали шаблон. Ну, как я, например, создал экселевский шаблон с теми параметрами документа, которые должны появиться в виде отчуждаемого отчета. А в кликсенсе вы тоже должны сделать некие настройки, указывающие, что этот отчет в его форме должен будет быть, можно будет генерировать для нашего пользователя вместе с теми отборами, которые он будет делать в интерактивном приложении кликсенсов. Я, соответственно, это сейчас покажу. Я вращаюсь в наше приложение кликсенс, вхожу в режим редактирования и настраиваю параметры подключения к моему серверу импринтинг, выбираю мое приложение, которое я создал. Соответственно, отчет еще раз. Приложение 1. А, пардон, почему я их не вижу, потому что нужно для того, чтобы отчеты стали доступны в режиме on-demand, в свойство конкретного отчета сказать, что он разрешен в режиме использования on-demand. Поэтому я открываю свой отчет 2 и говорю разрешить. И возвращаюсь в импринтинг. Перечитаем свойства нашего объекта. Вижу появившийся отчет, для которого разрешено генерацию on-demand. Выбираю, опять же, формат. Все те же самые варианты, которые были у нас в самом импринтинге. Ну и, собственно, закрываю. Ну а теперь, какая у нас гибкость с вами получилась. Но обратите внимание, давайте я скажу, что я хочу не по всем людям, а вот, например, чтобы было наглядно по четырем людям выбрать отчет. И дальше есть возможность генерации отчетов несколькими способами. Первое, я говорю, просто получить отчет и обратить внимание, автоматически для меня генерируется отчет в соответствии с определенными в настройках этой кнопки форматами. В данном случае мне предлагается просто-напросто его загрузить. У меня скачивается Excel. И, открыв этот Excel, я вижу отборы, соответственно, сделанные только по четырем моим сотрудникам, но, естественно, по всем регионам, в которых эти четыре сотрудника что-то отгружали. То есть, опять же, имеем комбинацию данных, генерируемых с ExcelSense, формат, настроенные в импринтинге, и текущих отборов, которые сделал пользователь по любым полям. Более того, если, в принципе, я хочу сделать еще большую гибкость и понимаю, что я могу, имею и данные, и сделанные мной отборы, и имею некий предопределенный шаблон, из которого я могу генерировать документы в разных форматах, то я могу нажать на кнопку New Report и, соответственно, выбрать для моего отчета опубликованного тот формат, который мне больше нравится, в случае, например, PDF. И обратить внимание, что произойдет. У меня фактически на основе отчета, созданного мной в импринтинге в форме Excel, будет сгенерирован отчет с использованием текущих моих отборов данных по четырем сотрудникам, для которых я это смотрю. Ну и дальше, собственно, я увижу на основе этого Excel сгенерированный PDF, и дальше это, собственно, PDF смогу открыть и увижу полноценный PDF, внутри которого уже присутствуют, естественно, уже данные разбиты по страницам в формате PDF. Его, опять же, здесь можно скачать, если нужно, ну или просто вот оставить в режиме предпросмотра. Вот, собственно, весь тот функционал, который можно использовать. Попутно, если мы говорим о веб-сайте, как я говорил, для каждого пользователя есть еще так называемый портал, который называется Imprinting Newsstand. Это собственный портал импринтинга, на котором точно так же появляются отчеты, опубликованные для наших пользователей, когда я публиковал отчет, если помните, я отчет публиковал для пользователей группы Sales Users, регистрировал сейчас с одним из пользователей, это у меня Sales User 1, и, соответственно, вижу этот же отчет, опубликованный в формате Excel, на его портале. Соответственно, пользователь, которому публиковали и предоставили доступ на какие-то отчеты, будет иметь возможность заходить на свой портал и видеть сгенерированные в положенное время для него отчеты, при этом обратить внимание, что, на мой взгляд, тоже удобно, несмотря на то, что отчет у нас в формате Excel, он в виде формата превью показывается, в виде такого с уменьшенным качеством формата PDF, где мы можем с страничками побегать и понять вообще, тот ли это отчет, который мы открыли, потому что отчетов может быть, в принципе, опубликовано много. Ну, а дальше, если мы говорим, что да, нам нужно загрузить этот отчет, то обратить внимание, для меня скачивает тот самый Excel, который был сгенерирован, ну, и очевидно, что если у меня есть Excel, я уже в самом Excel увижу этот отчет и смогу, собственно, с ним работать у себя на компьютере. Вот то, что касается того функционала, который легко демонстрируется, который вы можете точно так же демонстрировать вашим заказчикам. Ну, как видите, у меня на демонстрацию там ушло, условно говоря, 20 минут с достаточно детальными пояснениями и то же самое вы можете делать для ваших заказчиков и тут же сразу после демонстрации получить обратную связь, насколько им это интересно или неинтересно. В завершении демонстрация, как я говорил, пару слов о лицензировании. Сейчас акцент на том, что лицензирование ведется по количеству движков, вот тех самых, которые работают на серверах. Сам импринтинг в данный момент в качестве платформы использует только платформу Windows Server. Соответственно, с точки зрения инсталляции вы сможете установить импринтинг на любом Windows Server текущих версий, установив на него лицензии, тем самым определите, на скольких серверах смогут запускаться вот эти вот движки. Если, собственно, например, у вас лицензии на 2, 3 и так далее движков, вы имеете возможность установить этот engine, он на виде отдельного дистрибутива поставляется в составе дистрибутива. импринтинг, можете установить на нужное вам количество серверов, тем самым увеличить общую мощность вашего импринтинг-кластера и тем самым распараллелить и позволить генерировать большее количество отчетов в единице времени или обслуживать большее количество пользователей в единице времени. Собственно, на этом, наверное, все. Дополнительная информация, которая может быть полезна, это, естественно, ссылка на документацию по настройкам, по использованию. Еще одну ссылку я здесь привел, это тренинги по созданию отчетов. Несмотря на то, что эти тренинги, я просто открою сейчас эту HTML-страницу, сделаны применительно к продукту Emprinting 16. Не удивляйтесь. Тем не менее, поскольку, как мы говорили, весь функционал, который связан именно с шабланированием создания в дизайнере отчетов Emprinting, он был взят из 16 Emprinting и переносится в Emprinting фактически в виде SIS, поскольку, в принципе, интерфейс достаточно удобен, и там не требуется особо его доработка, то, в принципе, все вот эти руководства, описывающие создание тех или иных отчетов того или иного функционала, можно применительно и к Emprinting текущей версии спокойно использовать. Единственное, что здесь обратить внимание, как я уже говорил, не все фишки Emprinting по гибкости генерации пока поддерживаются, поэтому некого функционала, описанного именно в этих обучающих страницах, вы можете найти в текущей версии Emprinting, но, тем не менее, я думаю, что это будет очень хорошим подспорьем, если вы начнете это делать и изучать Emprinting самостоятельно. На этом, наверное, мне хотелось бы свой рассказ завершить, точно так же завершающий слайд, как обычно с контактами Георгия и меня, в случае, если у вас возникли какие-то вопросы, на которые мы сейчас не успеем ответить или появятся, они чуть позже можете присылать мне или Георгию, но лучше Георгию дальше скоординировать дальше действия. Если, опять же, будет желание организации каких-то вебинаров, которые для вас существенны по тем темам, которые вы сможете придумать, тоже вы можете писать об этом Георгию, мы уже с ним скоординируемся и запланируем проведение подобных вебинаров для вас. Теперь, наверное, перейдем к вопросам-ответам. Я разверну сейчас у себя те вопросы, которые успели задать коллеги и поотвечаю на них. Те, кто не успел задать вопрос, у вас есть время их сейчас еще написать. Есть ли возможность запуска формирования отчета импринтинг по три гирма? Первое, вытяжение порогового значения показателя в клик-приложении, второе, нажатие кнопки в приложении Кликсенс, третье, другие, кроме планировщика в административной панели импринтинг. По большому счету мы это проговорили еще раз просто по пунктам. Да, вы имеете возможность генерировать отчеты по времени. Соответственно, дальше, поскольку вы можете для каждого отчета, как я говорил, определить некие условия, кондишен, вы имеете возможность тем самым при регулярном запуске генерации отчетов по времени определять, а нужно ли генерировать отчет или не нужно. Соответственно, то есть, сама проверка будет выполняться с той периодичностью, которую вы настроите в планировщике, но генерация отчета будет выполняться, собственно, только при достижении тех условий пороговых, которые вы установите, для себя. Ну и, собственно, вопрос использования он-деманд я уже продемонстрировал вживую, то есть, вы можете в кликсенсе или в кликвью создать кнопку, которая будет позволять пользователю, сделав нужные ему текущие отборы в интерактивном приложении, попросить инфринтин генерировать в данный момент разрешенный ему отчет с теми наборами данных, которые отобрал пользователь. Так, когда речь, так, 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 создание сводной таблицы происходит также средствами Excel, а не импринтинг. По поводу сводной таблицы здесь есть несколько нюансов, связанных с тем, что логика создания сводной таблицы, она отличается от логики создания сводной таблицы Excel и в импринтинге. Поэтому со сводными таблицами я бы так сказал, процентов 30 функционала создания сводных таблиц в Excel вы можете сделать средствами импринтинга. Некоторая часть функционала, связанного с созданием сводных таблиц в Excel, она не может быть использована в силу специфики этой связки импринтинг Excel. Поэтому здесь, перед тем, как замахиваться на создание любых сводных таблиц в Excel, стоит поэкспериментировать и посмотреть, что именно от сводных таблиц вам требуется. Потому что обычный функционал сводных таблиц в Excel предполагает, что вы задаете либо подключение к каким-то внешним источникам, либо специфическим образом для Excel задаете диапазон, на основе которых строится уже сводная таблица. Плюс этот диапазон тоже задается специфическим образом. Поэтому не скажу, что функционал сводных таблиц в Excel здесь поддерживается на 100%, но, тем не менее, для большинства случаев, когда вам требуется именно получить доступ к данному, в большинстве случаев вы можете загрузить данные, так я показывал, из Кликсенса и построить на них либо обычную, либо сводную таблицу Excel. Очень сложные какие-то там навороты сводных таблиц в Excel вы не получите, но в силу ограничений по этой связке. Поэтому поэкспериментируйте. Где получить запись вебинара? Собственно, Георгий скоординирует и предоставит ссылки. Вопрос, как движок работает на отдельном сервере. Ответ следующий. Движок Клик Энжин может быть только в единственном экземпляре установлен на отдельном одном взятом сервере. Соответственно, если вы имеете только один сервер, на котором собираетесь вернуть импринтинг, то компоненты и вот этот собственно планировщик и хаб администрирования, хаб для пользователей веб-интерфейс, и этот движок устанавливается на одном сервере, то есть это там три разных дистрибутива, определенные последствия запускаются последовательно и устанавливаются, и они как единый слаженный механизм работают благодаря настройкам, которые вы делаете в административной консоли. Если у вас серверов несколько, то в принципе вы можете разделить все эти задачи, разнести по разным серверам, то есть на одном сервере у вас, например, будет работать планировщик и этот хаб, и административный для пользователей веб-интерфейс, а движки вынести на отдельные сервера, которые могут быть помощнее с точки зрения именно лисинга возможностей, и на каждом из таких серверов вы сможете установить только один энджин, больше количества вы на один сервер установить не сможете, вам этого не позволит инсталлятор. Ну, а общее количество движков сможете запустить соответствующее количество движков, прописанных в приобретенной ранее лицензии. Может ли HTML экспортироваться в Word файл? Нет. Если вы создаете отчет именно в формате HTML, то он экспортируется в формате HTML или HTML, соответственно, поскольку HTML не знает, что такое Word и не знает формата DocX. Обратное возможно, то есть, если вы создаете шаблон в соответствии с документом Word, то вместо документа Word в результате вы можете сгенерировать на его основе PDF или HTML, то есть обратный вариант возможен. Можно ли отчет по формате HTML в импринтинг выгружаться в формате Doc? Excel судя по презентации не может. Еще раз, мы исходим из того, что отчет из более функционального продукта может выгружаться в мини-функциональный. мы можем из HTML сгенерировать PDF, мы можем из Doc, PPT или Excel сгенерировать HTML, PDF или TIFF, например. Но невозможно из TIFF или из PDF сгенерировать Doc, Excel или какой-то другой. Из большего можно сгенерировать меньшие функционалы, но не наоборот. У меня все вопросы, которые вижу у себя в панели, которую спередают коллеги. QnD еще посмотри, там еще есть. Еще есть, да, не все вижу. Так, секунду, спасибо. Так, QnD секунду, на экране развернем. Так, сервера учетной записи должны быть в AD или не обязательно? Значит, здесь смотрите, логика следующая. сам импринтинг по большому счету это движок, который что-то берет из кликсенса и для того, чтобы что-то взять из кликсенса, ему по большому счету не нужно никаких специализированных учетных записей. Как мы говорили, коммуникация между кликсенсом и импринтингом происходит использование сертификатов. Поэтому в общем случае учетной записи пользователя, который пользуется услугами импринтинга, может не быть ни в активдиректоре, ни в кликсенсе. И в общем случае учетной записи, которые вы создаете в импринтинге, это по большому счету некие объекты, в которых хранится сведение о том, какой пользователю вы разрешаете доступ. Это первое. А второе, какой у него e-mail адрес. Например, на какой e-mail ему стоит присылать отчет, если вы указываете для этого пользователя возможность рассылки отчетов по почте. Что вы можете импортировать из Active Directory или из Excel файлов, соответственно, в последующих релизах будет появляться возможность использования учетных записей пользователей непосредственно из службы каталога Active Directory с тем, чтобы вы могли не создавать этих пользователей специально в импринтинге, а использовать существующую службу каталога и, соответственно, пользоваться этими учетными записями. Но еще раз подчеркну, это не обязательно, то есть интеграция с Active Directory более тесная, будет делана просто для вашего удобства, для того, чтобы вы не создавали дубликаты пользователей в импринтинге. Но в любом случае, даже когда появится интеграция с Active Directory, если у вас Active Directory нет или интеграция не нужна, пользователи, которые вы создаете в импринтинге, это пользователи, которые могут не соответствовать пользователям ClickSense, это могут быть какие-то другие дополнительные пользователи, которые, например, не имеют доступа к интерактивным приложениям, а просто пользуются теми отчетами, которые рассылаются для них по почте или укладываются в какую-то папочку или выкладываются для них на портале самого импринтинга. Если же вы, естественно, хотите сделать связку, которую я показывал в заключении своей демонстрации, on-demand, то есть фактически мы говорим о том, что пользователь должен иметь и доступ к отчетам, и, соответственно, должен иметь доступ к интерактивному приложению, в котором выполняет отборы и нажимает ту самую кнопку генерации отчетов, то очевидно, что этот пользователь должен быть заведен в Active Directory, на него должна быть лицензия ClickSense, и, соответственно, он должен быть заведен и в импринтинге, и в этом случае вы в импринтинге указываете, какая учетная запись Active Directory соответствует пользователю, заведенному в импринтинге. То есть интеграция некоторая возможна, но в текущей редакции интеграции с AD нет, она планируется для появления уже, насколько я помню, в апрельском релизе. В ноябрьском выпуске сталкиваться с проблемой при построении отчета в импринтинг дизайнер в формате Microsoft Excel. Предагон дроп в ячейку Excel-дизайнер подвисал, есть ли такая проблема, и как ее решать. Ну, с одной стороны, очевидно, что какие-то проблемы в конкретных инсталляциях могут быть, нет продуктов, которые в конкретных условиях не допускают каких-то ошибок. Поскольку я, естественно, не могу представлять, чем была вызвана эта ошибка, у вас я рекомендую просто при возникновении любого поведения, связанного с работой любых продуктов, в том числе импринтинг, не соответствующим описанному в документации оформлять киев службы технической поддержки, клик-саппорт, и они уже смогут вам задать правильную последовательность вопросов с тем, чтобы максимально быстро найти источник проблемы, ну и попытаться, соответственно, ее устранить. Так, про запись вебинара уже сказал, Гиберки скоординирует. По способам создания пользователей получать отчетов. Иногда в ходе демонстрации сетчатый пистолет спрашивает загрузки пользователей из Active Directory. Если можно, вкратце, какие есть возможности по созданию импорта пользователей. На данный момент в текущем релизе есть возможность импорта просто из Excel-файлов, ну и CSV-файлов. При этом, на самом деле, импорт достаточно богатый в том смысле, что вы имеете возможность не просто импортировать имена пользователей, например, там, пароли, там, еще что-то, да, а вы имеете, на самом деле, возможность просто в Excel-формате создать табличку с описанием еще и фильтров, которые будут применяться, например, конкретным пользователям и группам пользователей. То есть, фактически, вы импортируете уже не только список пользователей, но и некую часть конфигурации, которые в дальнейшем будете использовать для генерации отчетов, фильтров тех данных, на основе которых эти данные в урезанном виде будут доступны вашим пользователям. По поводу создания самого исходного списка пользователей, ну, по большому счету, пока, как я говорил, импорта из Active Directory непосредственно нет, но можно использовать стандартные средства Windows, либо PowerShell, либо, собственно, какие-то утилитки дополнительные, которые вы можете экспортировать набор требуемых вам пользователей в формате CSV в обычный файл, подчистить то, что вам не нужно, собственно, открыть эту табличку в Excel, дополнить ваших пользователей тем, которых не хватает у вас, например, в Active Directory, если такие есть, снабдить их еще, как я говорил, дополнительными свойствами импортирования, если вы хотите вместе с пользователем импортировать и дополнительные настройки сразу массово, и потом просто в импортировании запустить мастер импорта, я просто покажу. Собственно, в консоли импринтинга есть задача, которая называется, так и называется, Import Task, и в этой задаче вы, собственно, указываете, собственно, какой файлик вы импортируете из Excel или из CSV вы можете импортировать всю информацию о пользователях и их настройках. Добрый день, сейчас я появляюсь, ClickSense выводится в вертикальной ориентации. Что делать, если в рамках Excel-отчета необходимо увидеть какое-то поле в горизонтальном формате, допустим, фамилия сотрудника не вертикально, а горизонтально в одной строчку. Ну, на самом деле, здесь какого-то стандартного такого предложения нет, хотя, в принципе, наверное, можно, не знаю, не пробовал, можно попробовать использовать стандартную функцию Excel Transpose, соответственно, определив ее для диапазона, причем так же, как я вот в отчете определял функцию суммирования. Возможно, при открытии Excel эта функция Transpose отработает на заданном диапазоне и выведет вам, соответственно, эти данные в горизонтальном виде. Не знаю, не проверял, нужно экспериментировать. Попробуйте. теперь в чате, да? Можно ли организовать автоматическую генерацию отчетов с отборами по поле автоматической рассылкой нужным пользователям? Ну, то, что, как я говорил, у вас есть два варианта. Либо вы создаете отчет и определяете в консоли импринтинга те фильтры, на основе которых фильтруются данные при генерации отчета, а фильтры у вас могут применяться к отчетам, к пользователям, группам, например, то есть могут быть комбинации фильтров, и в итоге пользователь по расписанию получает в папочку на электронную почту или на портале опубликованный отчет с урезанными для него данными в соответствии с прописанными фильтрами. Либо другой вариант, то, что я показывал, это он-демант, когда пользователь непосредственно в приложении, нажимает кнопочку «Сгенерировать отчет», и в этот отчет автоматически попадают те фильтры, которые он, собственно, у себя увидел. При этом отправить по почте их не получится непосредственно по этой ссылке, поскольку генерация предполагает, что пользователь получает этот отчет непосредственно на том рабочем месте, где нажимает эту кнопку, то есть там, где у него открыт интерфейс кликсенса. Но и по большому счету даже тот, например, интерфейс кнопки «Он-демант», который я показывал, это интерфейс кнопки, который соответствует экстеншену, разработанному сторонним разработчикам. Поскольку и импринтинг поддерживает API-интерфейс, и кликсенс поддерживает API-интерфейс, то, в принципе, в качестве заказного решения имеется возможность, это не штатный функционал, входящий в коробку, но в качестве заказного решения вы можете написать свой собственный экстеншен, который по нажатию на кнопки будет, собственно, генерировать события на импринтинге и просить его не просто сгенерировать этот отчет, но и отправить его, собственно, именно по почте, если пользователю разрешено его получать по почте, в свойствах отчета прописанных. Можно ли отправить репорт на FTP-сервер? На данный момент в текущем релизе нет, в планах в Ромаке это есть, в 16-й версии импринтинга это было, как я говорил, в течение этого года планируется установить паритет по всем функциональным возможностям предыдущей версии импринтинга 16-го и 17-го, поэтому в каком-то из релизов до конца этого года полагаю, что такой функционал должен будет появиться. Обязательно ли нужен один домен для импринтинга и эссенса? Нет. Домены здесь, еще раз подчеркну, не при чем, то есть, если мы говорим о отсутствии необходимости использования on-demand функционала, который предполагает, что пользователям подключаетесь к ресурсам обоих продуктов и выполняет тем самым кроссаутентификацию в обоих продуктах. Когда мы говорим о том, что импринтинг просто рассылает отчеты по какому-то расписанию в соответствии с какими заданными ранее шаблонами, то вам максимум, что нужно при инсталляции импринтинга установить соответствующие сертификаты, которые позволят серверу импринтинга подключаться к серверам кликсенса и они будут взаимодействовать между собой уже с использованием цифровых сертификатов. Хотя в реальной жизни естественно я рекомендую не генерировать особо сложную инфраструктуру в плане нескольких доменов. Конечно, хотелки у заказчиков могут быть разные или специфика их требований, но старайтесь вместе с заказчиком смотреть немножко на шаг вперед, потому что если вы скажете ему да, можно, но при этом им востребован будет функционал например, только рассылки отчетов, и потом он захочет вам еще и функционал он-деманд, то будет лучше, если в процессе обсуждения всего этого функционала в рамках решаемой задачи заказчика вы заранее сами зададите ему проактивные вопросы, а потребуется ли тебе когда-нибудь он-деманд, потому что гораздо больше печали будет для заказчика за тем, когда ему понадобится кросс-использование продуктов совместное, ломать голову о том, как переделывать уже инфраструктуру, на которой все это работает, с тем, чтобы обеспечить прозрачные возможность использования учетной записи пользователя. Ну, вроде как все вопросы. Ну, в любом случае, коллеги, если еще какие-то будут вопросы, можете их направлять к Георгию. В любом случае, спасибо вам за внимание, надеюсь, что информация сегодняшнего вебинара была вам полезна, пожелаю вам удачи и успехов. Спасибо за внимание. Да, Сергей, огромное спасибо, да, благодарим тебе за презентацию.